Здравствуйте! Это новости спорта. Я Сергей Быковский. И через секунду я повторю все то же, чем обычно предваряю еженедельный свой рассказ о медалях, рекордах и турниках во дворе. Итак, сейчас вы услышите о некоторых событиях из Орловского спортивного и околоспортивного мира. Тех событиях, которые попали в прицел наших видеокамер и до которых мы смогли дотянуться своими микрофонами. В воскресенье под Нарышкино прошли соревнования по автокроссу. Это гонки как по спортивному переделанных «Жигулей», так и специальных кроссовых автомобилей «Багги». В этот раз заявилось 22 участника в четырех классах автомобилей. Это отечественная модель «Передний привод» и «Задний привод» и два класса «Багги». Демонстрируемые зрителю соревнования стали сразу и первым, и вторым этапами Кубка Орловской области по автокроссу, поэтому и количество заездов, и количество призов сразу умножалось на два. В каждом заезде по семь кругов. Трасса 1100 метров с максимальной шириной в 20 метров и с направлением движения против часовой стрелки. Покрытие – грунт. А по факту после ливня и нескольких стартов – самая непролазная грезюка. Традиционно все было организовано Урицким районным ДСАФ и Федерацией автомобильного спорта Орловской области. В 2007 году на этой территории прошли первые соревнования в ноябре. Скомка на всем. А сейчас мы как бы стали нормально. Четыре раза в год мы здесь проводим. Собираются ребята с областей почти чуть ли не всего федерального округа. Это Москва, Курск, Смоленск, Брянск, то есть Липецкие ребята приезжают, Белгородские. Мценские казаки, ветераны пограничных войск из-за региональной общественной организации «Пограничник» провели среди своих воспитанников открытое первенство по служебно-прикладному двоебодию, то есть по служебному биатлону. Все прошло во Мценске на стадионе Орловского техникума агробизнеса и сервиса. В соревнованиях участвовало 25 представителей Мценского же военно-патриотического клуба «Росомаха» и аналогичных клубов «Болхова» и «Новосилия». Соревнования личные, то есть все выступали в отдельном зачете. Возраст участников 14-17 лет включительно. Парням предстояло в полной выкладке сделать три круга по 330 метров, девушкам – два. На дистанции был намечен огневой рубеж. Тут надо было после одного круга отстреляться из пистолета, после другого – из винтовки. Задача – поразить три мишени пятью выстрелами. И да, соревнования прошли впервые. Аналогов им в регионе нет. Они по-своему являются отборочными для военно-спортивной эстафеты, которая пройдет в сентябре в рамках областного гранта и которая соберет уже несколько сотен участников. Кстати, похожее спортивно-военное и служебно-прикладное мероприятие было организовано орловскими росгвардейцами в Болхове в православной гимназии-интернате. Кроме прочего, шефы гимназии в этот свой визит предложили ребятам посоревноваться. А для этого разделиться на две команды «И», на скорость метать гранаты, переносить ящики как будто с боеприпасами, бежать в стометровку в форме, противогазах, бронежилетах и касках. Были и учебные стрельбы. Клуб «Дзюдо» «Знамя» провел турнир, организованный собственными силами, специально для этого запася призы и позвав нашу съемочную группу. И все ради популяризации дзюдо. Это был уже третий такой турнир. В нем приняло участие 150 бойцов, представляющих различные клубы и спортшколы, в том числе прибывшие из Мценска и Ливен, а также представляющие Федерацию грэплинга. Призами для ребят стали медали, грамоты и сертификаты на приобретение формы со своей фамилией на спине. Мало того, здесь были даже утешительные призы для самых маленьких шоколад, для тех, кто постарше, например, часы за лучшую технику или за волю к победе. «Это не самый крупный турнир. Мы сделали просто турнир своего клуба. Есть еще турниры. Мы в ноябре проводили международный турнир, в котором участвовало 350 спортсменов из 25 городов России и еще сборная команды Белоруссии была у нас. Что касается этого турнира, то мы боремся в 28 весовых категориях. И девочки, и мальчики. От 2004 года и самый молодой участник, у нас самый маленький, это 2013 года. Ему всего 5,5 лет». Больше 20 дошкольных учреждений «Орла» получат подарки от Федерации бадминтона Орловской области. Одними из первых, кому достались профессиональные ракетки для детей и валаны, стали воспитанники 81-го детского сада. Более 20 его воспитанников посещают занятия по бадминтону и даже участвуют в региональных чемпионатах и первенствах. На прошедших выходных орловские яхтсмены стали участниками сразу двух регат в Ярославле и Воронеже. В традиционной регате «Ярослав Мудрый», приуроченный ко дню города, экипаж из «Орла» в классе «Снайп» занял второе место. Наши лидировали в первый день соревнований, но во второй уступили москвичам, проиграв всего три очка. А в первенстве Воронежской области по парусному спорту один наш спортсмен занял третье место среди юношей в классе «Лазер», другой стал, вернее стала, третий в абсолютном зачете в классе «Оптимист». Все спортсмены представляли Федерацию парусного спорта Орловской области и школу Олимпийского резерва номер 10. А у меня все. Будьте сильны и здоровы!